Привет всем, кто смотрит канал Сумерки Богов. Это канал для тех, кому не безразлична судьба музыкального театра. Если вы нажмете на колокольчик справа от кнопки подписаться под этим видео, то не пропустите нового выпуска нашего канала. Напоминаю, что на ресурсе вимео я выкладываю теперь платные лекции, которые уже помогли многим подписчикам подготовиться к походу на московские и не только московские премьеры. В описании видео вы найдете промокод, который поможет вам сэкономить на покупки. А 29 октября в музее Цветаева я читаю лекцию об опере «Свадьба Фигара Моцарта». Запись на таймпэде, ссылка тоже внизу. Наконец, совершенно бесплатно 8 и 10 ноября в петербургском киноцентре «Родина». У меня две лекции в рамках фестиваля Digital Opera 2.0. Обратите внимание на этот фестиваль, он предлагает задуматься о месте оперы в цифровую эпоху, а среди его спикеров много интересных людей, включая Дмитрия Чернякова и Глеба Фельштинского. Меня все время спрашивают, почему я хожу на одних и тех же исполнителей, которых не люблю. Ну, во-первых, исполнители эти сами вылезают из всех щелей. Например, не было никакого Ивазова запланирована в Турандот в Нью-Йорке, когда я покупал билеты, а когда я приехал в Штаты, он внезапно нарисовался. Или вот сегодня концерт из цикла «Хворостовские друзья-дети». Ну, почему он обязательно должен был пройти с участием Ивазова? Он вроде подключился к этой тусовке позже, но и тут без него никак. Нет, конечно, наличие в концерте эта манно-нетребка понятно. Именно Хворостовский отраженными лучами своей славы способствовал созданию имиджей великой русской Примадонны хотя бы на одной шестой части суши, включая страны СНГ. В принципе, сам покойный баритон начал создавать эту певческую прослойку. Среди его поклонников мало людей, которые слышали его в операх или на концертах. Вся массовая любовь к Хворостовскому родилась благодаря великому искусству телевидения. Ведь наверняка нет такого человека в нашей стране, кто не слышал песни военных лет в трансляции с Красной площади или Хворостовского с песнями Игоря Крутого. Я слышал много раз этого певца, начиная с его самого первого концерта в Москве после победы на Кардевском конкурсе. И после этого я не пропускал ни одного выступления молодого начинающего баритона. Ведь всегда интересно наблюдать не за теми, кого любишь, а за теми, в ком есть творческий потенциал. И нет ничего интереснее, чем наблюдать, куда этот потенциал артиста вывозит. Вот так сейчас я наблюдаю за нетребка, которую помню еще никем. И очень интересно, куда эту артистку сейчас вывезет стремление петь чужой репертуар, что она сегодня и демонстрировала. В Ростовске, кстати, тоже рано начал петь драматический репертуар, что меня удивляло. Я слышал как раз его много раз и в Москве, и в Вене, и в Зальцбурге, и в Америке. Я видел его в операх Моцарта, Верди, Чайковского, театрализованных проектах Евгения Колобова. Вот только концерты с Красной площади, ну там, знаете, подмосковные вечера с нетребка, это выше моих сил. И когда мне YouTube каждый день предлагает посмотреть клип этот, и у него почти 6 миллионов просмотров, я думаю, ну, без меня точно обойдутся. Мне до какого-то момента было интересно, как в этом человеке могли сочетаться любовь к романсам Георгия Сверидова, которого он единственный не постеснялся вывести на запад, чем очень порадовал старика-композитора, и интерес к песням Игоря Крутого, но плохие стихии в виде клипов с БДСМ-стилистикой. Кстати, еще в 1993 году брал интервью у него в Перми на фестивале имени зятя Гергиева, но куда-то оно делось уже не найти. Но все это тема для отдельных воспоминаний. Думаю, настанет час, и я подниму свои рецензии и расскажу, как начиналась карьера певца, который, безусловно, собственными стараниями и человеческим обаянием стал одной из мировых звезд. А уж в нашей стране, судя по тому, что вы именем называют аэропорты, и половину праха захоронили в центре Красноярска, он и вовсе номер один. Но этот артист умер. Трагически ранняя смерть для любого мужчины, едва отметившего 55-летие. Поэтому я с удивлением теперь наблюдаю, как находятся люди, которые готовы как-то особенно повспоминать ушедшего из жизни артиста. Кто-то торопится поставить бюст в театре, который не был ему домом. А сегодня в консерватории решили возродить цикл благотворительных концертов «Кворостовские друзья детям». Хорошая, правильная история вспоминать не пустыми словами, а они все теперь пустые, а достойными делами. Поэтому я подумал, что уж на таком концерте те, кто именуют себя друзьями Дмитрия Кворостовского, выступят на 150%. Но вечер весь как на подвор оказался сомнительного качества. И даже благое дело собрать денег на лечение детей. Какие дети, кто их видел? Напишите в комментах, если вы знаете спасенных детей. Превратился в парад сомнительного бомонда. Судя по тому, что контрамарки на бесплатные места раздавали даже в первый амфитеатр, продано было не так много. Конечно, галерка. Где была публика, очень напоминавшая мне ту, что была четыре дня назад в Крокусе на концерте Доминго. Как только выходила нетребка в очередном платье, весь зал начинал снимать. Даже не объявляли, что съемка запрещена. Зачем? И так понятно, почему эти люди потратились. Я, кстати, увидев такое, тоже снимал. А то от меня, как в суде, часто требует доказательств, вот зайдите в мой телеграмм. Так что халявы было много и вип-банкет в мужском буфете, как теперь принято говорить. Думаю, на этот раз детям дойдет мало. И спонсоров больших не зачитывали. Только Юлиан Макаров, теперь дежурный на любом светском мероприятии, благодарил крутого и лепса одновременно. Но они точно не из числа альтруистов. Вообще, вечер не задался уже потому, что большую часть произведений, особенно оркестровые фрагменты, взял на себя большой друг Ростовского Константин Арбелян. Дирижер он, прямо скажем, средний. Даже в родном Ереване не пригодился. Но в сочетании с оркестром музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко это было особенно прекрасно. Оркестр очень старался, честно. Но именно в таком случае понимаешь, чем отличается московский коллектив, который не получает президентского гранта от тех, кто его получает. Самое странное, что искусство Арбеляна не увлекло даже нетребко ее старика. Они для себя выписали специально Павла Клиничева из Большого театра. И весь вечер дирижеры менялись за пультом. Это было, конечно, очень странно. Давайте начнем с лучших. Им оказался итальянский баритон Лука Сальси, который звезд неба не хватает, Хворостовского, скорее всего, не знал. Но приучен, раз вышел на сцену, то надо работать. На фоне многих других исполнителей его Регалета и Джерар из Андре Шинье показались практически удачными. Хотя темпы, которые оба раза задавал Арбелян, были явно незнакомы итальянцу. Вместе с Эльдаром Абдразаковым они исполнили самый задорный номер концерта. Дуэт Эдсо и Аттила из оперы Верди. Но публика, которая не знает правил игры, обрадовавшись, наконец, неиссякаемому мажору в музыке и в поведении артистов, своими аплодисментами чуть не сорвала вторую часть дуэта. Вот кто их просит все время взрываться в едином порыве? Неужели еще помнят партийные съезды? Эльдар Абдразаков выглядел хуже того качественного баса, которого мы привыкли слышать. Не знаю, что уж повлияло. Вчера он пел в Сухуме на стадионе, а до этого Дон Карлос Большом. Может, стоит себя поберечь все же. Но Ария Олега прозвучала глухо, и его часто было неслышно. Я сидел в самом акустически выгодном месте в Большом зале консерватории, в середине первого амфитеатра. И весь вечер слышал, как певцов не было слышно. За исключением сальси и нетрепка. Во втором отделении Абдразаков исполнил персидскую песню Рубинштейна. Это было очень эзотерично для вечера в стиле «спою, что хочу». Персидская песня в этой пестрой балаганной программе прозвучала, как глоток воздуха. Хоть что-то заставило людей оторваться от съемок и разглядывания платьев. Очень я был огорчен выступлением Екатерины Губановой. Вообще, в этом концерте никто особенно не усердствовал. Пели по две арии, кто-то нормальной длины, а нетрепка со своим выбирали что покороче. И по дуэту. Выходило 13 вокальных номеров, но опять артистов. Маловато, конечно, но хоть оркестровыми фрагментами не душили. Так вот, оба номера, которые пела Губанова, были провальными. Голос не летел в зал, внизу его вообще не было слышно. А ведь речь идет о Меце и Ариях из «Фаворитки» и «Орлеанской девы». Традиционный репертуар. Слышал Губанова в феврале 18-го года в берлинском Тристане Брангеной. Это было прилично. Возможно, после Вагнера она уже не может петь ничего другого. С тем же успехом была исполнена Баркаролла из сказок Гоффмана вместе с Нетрепка, которая решила эпатировать публику не только красным платьем. В концерте детям необычно было наблюдать, как она страстно прижимается к Губановой. Вспомнила, видимо, что ее героиня проститутка. Что-то у Примадонны крышу сносит, как она на сцену в красном выходит. Хорошо не было стола с едой, точно бы запрыгнула. Ну ладно, наверняка на банкете наверстает. А вот песни и дуэты Муков, дуэти люди слушают друг другу, а тут никогда не знаешь, куда ее уведет в следующую секунду. Свой первый выход на сцену звезда «Всея Руси» вновь показала, что ей наплевать на публику. Вышла нераспетая, как всегда, а может ей уже никак и не распеться, закрадывается мысль. И давай Луизу Шарпантье валять с плавающей интонацией, ноты с подъездами, с замедлением перед каждой маломальско верхней. В общем, это был караул полный. Благо народ дикий, ничего этого в голову не берет. Платье было белое и заляпанное золотом, но це ж красота. Во втором отделении Анна Нетребко все же вспомнила про детишек и решила исполнить арию Герда из оперы «История Кая Герды» Баневича, который миллион лет идет в Кировском театре. Наверняка она ее пела в ранней юности, но забыла, а вспоминать сил не было. Невнятное пение, где слова были заменены каким-то бормотанием, вот во что превратилась непростая ария, требующая легата, пение пьяно. А Нетребко со своим разухабистым голосом сегодня уже и верх в свое время прекрасный не может не качать. Да, еще был проходной дуэт из Адриена или Куврер с Юсифом Ивазовым, но это даже вспоминать не хочется. Выпрыгнули что-то, покричали без всякого смысла и поцеловались. Аудитория на лопатках. Старик Нетребко был лучше всех. Стройный, похорошевший, в роскошном лапсердаке и в туфлях с красными каблуками. А вдруг это и есть те самые на лабутенах. Он уже поднаторел в том, как собирать аплодисменты умирающей каварадосе в стиле премьеров Бакинского театра полувековой давности, со слезой, с рыданием. Верхние ноты ерундовые, но зато на фермате. А вот его коронный номер, Ария Калафа, осталась без моего внимания. Две недели назад я слышал этот цирковой аттракцион в МЭД и не стал повторять. Уверен, что он был так же прекрасен, как и в Нью-Йорке. Мой отчет смотрите по ссылке. Вот такой выдающийся концерт. Да, забыл. Еще аплодировали почему-то вдове Хворостовского и его маме. Я так и не понял почему. Вдова даже встала и с удовольствием принимала аплодисменты. Точно она поет сегодня. А я помню ее Магдаленой в регалета в новой опере. Мне было стыдно, если честно, что все это происходит вот так. Наверняка у Дмитрия Хворостовского осталось много достойных поклонников-меломанов, которые понимают, что то, что им подсовывают в обертки из его имени, не достойно памяти любого человека и артиста. А вообще-то пусть будет проклят жанр гала-концерта, который превратился в последние годы в полное убожество и способ легкого заработка на ничего не понимающей публике. На выходе всем зрителям выдавали вот такой диск, совершенно бесплатно. «Свет берез» он называется. Хворостовский, арбелян, советские песни. 17 треков. Я предлагаю его сейчас и разыграть среди тех, кто напишет комментарий под этим видео. Получит его тот, кто напишет самый оригинальный комментарий на тему, за что я люблю Анну Нетребко и ее мужа. Только ради бога, без банальностей. Спасибо, что сегодня вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал здесь и в Телеграме. Помните, что мы всегда говорим вам правду. Мы экономим ваше время и ваши деньги. И до новых встреч уже завтра на канале Сумерки Богов.